Лицея номер 7 присвоено имя первого директора школы ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Уланова. С честь этого события в образовательном учреждении прошло торжественное открытие мемориальной доски. В народе лицей номер 7 давно называли Улановским. Чувствуете себя улановцами? Да, чувствую младшими. Для учащихся это не просто слова. Дети гордятся историей своей школы. К такому событию они готовились не один день, а значит запомнится оно надолго. Все собирались, все репетировали. Ну все было примерно так же, только без гостей. То есть у вас на это на все две недели где-то ушло? Ну да. Инициативу педагогического коллектива открыть мемориальную табличку поддержали руководитель администрации Владимир Слепцов, а также глава города Александр Дринов. Оно знаменательное тем, конечно, прежде всего, что он участник Великой Отечественной войны. Пришел когда с фронта, ему поручили руководить школой. Но сначала не это, сначала первый. В Кимкове было там всего три школы. Потом впоследствии он возглавил, когда открылась седьмая эта школа, седьмой лицей сегодняшний. И, как я сказал, ученики должны помнить трех жизней своих главных людей. Первую учительницу, учительницу, которая провожает на выпускном 10 классе или 11, и директора школы, конечно. Все патриотические инициативы поддерживает и местная Единая Россия. На мероприятии присутствовал секретарь Химкинского отделения партии Александр Иванов. В преддверии Великого праздника, Дня Победы, конечно же, вспоминать и отмечать тех людей, которые живы в городском округе, которыми мы гордимся, это очень важно. Это важно не только для нас, это важно для тех подрастающего поколения, для тех детей, которые учатся. Чтобы отдать дань памяти Дмитрию Уланову, каждый учащийся позвонил в маленький колокольчик. Завершилось мероприятие возложением цветов. Завершилось мероприятие возложением цветов. Завершилось мероприятие. Субтитры создавал DimaTorzok